В вершине двенадцати угольника стоит минус, в остальных плюсах. Разрешено за одну операцию поменять знаки в шести подряды лучших вершинок. Можно ли при помощи таких нескольких разделных операций добиться, чтобы минус оказался в соседней вершине, а во всех остальных оказались в плюсах? 12-й угольник. Пустим от нашей вершины и изначально стоял. Смотрим 34 вершины. Каких бы шести вершинок мы не меняли знаки, у нас среди них всегда будет четное количество знаков. Потому что предыдущие шесть чисел затрагивал всегда два отмеченных числа. Потому что они диаметрально противоположные. Ребята, смотрите, что он сделал. Он рассмотрел две главные диагонали. И после этого сказал, что когда берешь любые шесть подряд вершин, то из противоположных точек берешь по одной. Согласны? А значит берешь четное число. Ну, соответственно, в этих четырех позициях всегда, вот по каждым кружочками, всегда будет четное число минус. Значит, один минус там никогда не отмажется. Согласны? Отлично. Теперь другой пункт той же самой задачи. Когда не любые шесть подряд, а любые четыре подряд. Все то же самое. За одну операцию разрешено поменять знаки в любых четырех подряд идущих вершин. Можно ли передвинуть минусик из вершины соседней? Смотрите, еще раз. Когда вы берете любые шесть подряд идущих, то среди вот этих вот четырех будет две штуки. Значит, за каждую операцию среди этих четырех меняют знак две точки. Два четное число. Мысленно напишите в начале около этих решитых числа один, а каждый раз, когда меняем, то пишите там, ну, умножайте на минус один. Представляете, у вас будет умножение на минус единицу в одном месте и на минус единицу в другом. То есть всего умножение на плюс один. Да, что вы хотели? Можно на одну? Пожалуйста, конечно. Отметим еще две точки. Тогда у нас снова, когда мы берем любые три точки, то мы берем эти две. И тогда у нас четкость, ну, у всех, четкость количества плюсов и минусов не меняется. А если мы берем эти две, то четкость количества плюсов и минусов здесь тоже не меняется. Еще раз. Какие точки вы рассмотрели? Ну, сначала е две в кружочке, я думаю, что это так было. Тогда четкость количества плюсов и минусов в эти... Я ничего не понимаю. Какие вершины мы рассматриваем? Могут один и два. И что? Один и два. Не понимаю, не работает. Нет, нет, Коля. Вам нужна система, которая при пересечении с любыми четырьмя подряд вдущими даст четное число. Да, пожалуйста. Мы сейчас решаем задачу, когда четыре подряд вдущих. Максим, а давайте мы их номерами по часам. Это же, в конце концов, часы, правильно? Итак, один, три, правильно? Да. Пять. Все нечетные числа. Если берешь любые четыре подряд вдущие, то четное число, то два нечетных числа. Всегда. Да. Ну, а в начале там... В начале ноль, поэтому либо будет ноль среди них, либо хотя бы двое. Так, все поняли, что это? Точно? Он доказал, что четное количество минусов будет на этих полях. Спасибо. Следующий пункт. Это когда можно менять в любых трех подряд вдущих. Он берет именно вот эти точки. 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9, 10. Каким свойством обладают эти точки? Если три подряд вдущие не возьмешь, будет пересечение ровно с двумя отмеченными точками. Это нечетное число, поэтому... Поняли? Он отбросил те числа, которые делились на три. Тогда любые три подряд вдущие высекают на этих вот числах ровно два. А два – это четное число. Все поняли решение? Ребята? Точно? Все хорошо.